МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Документам предусмотрено, что такое жилье безвозмездно передается в собственность при наличии выслуги на военной службе. С 2010 года я опять же проживал в общежитии, которое находится рядом с этим же домом. Ну и года два приходилось снимать жилье. Это, конечно, не очень приятно. Частые переезды. У меня есть супруга и два сына. Супруга работает у нас здесь в городке, в магазине. Старший сын, ему 19 лет, проходит военную службу по контракту в 5-й бригаде специального назначения. И младший сын готовил первый класс в школу. Указ также предлагает военным при наличии 20 лет выслуги на службе получить жилье на возмездной основе с возможностью оплаты его стоимости в рассрочку до 15 лет. По заверению самих военных, указ абсолютно знаковый. Он предусматривает дополнительные социально-правовые гарантии для военнослужащих и их семей. И как не раз отмечал глава государства, обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, всегда будет приоритетом государственной жилищной политики. В Могилевской области на уборочной определились первые тысячники. Лавры лидеров достались четырем водителям сельхозпредприятия «Рассвет» и молодежному экипажу в составе Андрея Дрозда и Александра Кравцова. Сейчас они заняты на уборке азимой пшеницы. В хозяйстве культурой засеяно свыше 2000 гектаров. Вручены подарки и знаки отличия. Одновременно в «Рассвете» идет и уборка рапса. Мы работали с братом в течение трех лет. Сейчас брату дали свой комбайн. И в этом году уже, получается, соперничаю. Хлеб – это наше все. Поэтому стараемся убирать без потерь. А сейчас у меня свой помощник. Сразу мы убирали шмейт азимый. А сейчас азимый рапс. Ну, тонн 500 уже намолотил. В общей сложности тонн 700 уже есть. Смотрим состояние зерна, как оно. Сухой перот и данный лучший. Ну, обстановка такая в мире, что должны быть до зернышка убрать, свой хлеб. Мы должны со своим хлебом быть. Как бы независимы ни от кого. Это хлеб, наше золото. В круглосуточную работу включились и сушильные комплексы. В «Рассвете» их четыре. Ежедневно каждая обрабатывает до 400 тонн зерна. Байден использует приемы, которых американская политика не видела со времен Ричарда Никсона. Он вооружает правительство в интересах собственной семьи и лишает Конгресс возможности ввести надзор. С таким разоблачением выступил спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти. В мае республиканцы из Комитета по надзору получили доказательства того, что члены семьи Байдена ранее получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. По заверениям Маккарти, депутаты доведут дело до конца. А именно, до расследования об импичменте действующему президенту. Десятки пожаров зафиксированы в районе итальянского Палермо из-за зноя и ветреной погоды. Минувший понедельник стал самым жарким днем в более чем двухвековой метеорологической истории города. Плюс 45. Местные жители готовятся к эвакуации и не теряют надежды спасти хоть какое-то имущество. Жалуются, что помощи пожарных на всех не хватает. По сообщениям местных СМИ, многим не удалось спасти личный транспорт. Выгорело несколько вилл. Жители ряда стран Азии в ожидании удара тайфуна, который формируется в Тихом океане. Синоптики предупреждают, что он представляет опасность для Филиппин, Гонконга и Китая. Сейчас он приближается к Лусону, крупнейшему и самому густонаселенному острову Филиппин. Приостановлена работа местного аэропорта. К утру среды Даксури может перейти в супертайфун, что эквивалентно урагану пятой категории. Белорусские спортсмены примут участие в Кубке России по плаванию, который стартует уже сегодня. На протяжении шести дней в Казани будут соревноваться более 600 лучших атлетов из Белоруссии и России. Нашу страну будут представлять такие спортсмены, как Иван Адамчук, Константин Курочкин, Руслан Скаморожко и другие. Церемония открытия состоится сегодня. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Беларусь 5» в 17.55. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok